МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут анонс свежих событий из мира индустрии и обзор главных новогодних кинопремьер этой недели. Анимационного фильма «Гринч», заключительной части франшизы «Елки», а также новых казахстанских комедий «Бизнес по-казахски в Африке» и «Кудалар». Студии Бекбулату Валиев сегодня в программе. ТОП-5 лидеров кассовых сборов Казахстана за прошедший уикенд. Режиссер Нуртас Адамбай рассказал о некоторых подробностях комедии «Кудалар». Почему нужно обязательно сходить на фильм «Елки последние», рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов. В гостях у программы «Кинобизнес» кинорежиссер Сергей Бодров. Каждую неделю десятки фильмов выходят в кинопрокат и начинают борьбу за кассовые сборы. Но какие сборы кинокомпаниям приносит наша республика и сколько тенге зарабатывают в отечественном прокате местные и зарубежные студии? В рубрике «Бокс-офис» мы подготовили рейтинг пяти самых кассовых фильмов казахстанского проката за прошедший уикенд. Пятое место. «Хроники хищных городов» – продюсерский проект режиссера «Властелина колец» и «Кинг-конга» Питера Джексона. Крупнобюджетный блокбастер о будущем, где по планете передвигаются огромные города, зарабатывает за третий прокатный уикенд шесть миллионов тенге. Четвертое место. «Щелкунчик и четыре королевства». Вышедшая в наш прокат еще и в версии с казахским дубляжом, зарабатывает за третий уикенд почти 22 миллиона тенге. Третье место. «Человек-паук через вселенные». Мультфильм разработали Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по комедиям «Мачо и Ботан» и «Легофильм». Анимационный фильм зарабатывает за второй уикенд проката почти 31 миллион тенге. Второе место. «Бамблби». Первый спин-офф и первый фильм франшизы «Трансформеры», режиссером которого является не Майкл Бэй. Здесь он выступает в качестве продюсера. Сольный фильм о «желтом роботе» с планеты Кибертрон зарабатывает за второй уикенд почти 43 миллиона тенге. Первое место. «Аквамен». Как и прогнозировалось, прокатным хитом минувшей недели стала долгожданная экранизация комикса об Артури Карри, более известном как супергерой «Аквамен». «Королю Атлантиды» удалось заработать на старте немалые 280 миллионов тенге. В эти новогодние выходные в кинотеатрах страны состоятся сразу две крупные казахстанские премьеры. Первая из них – комедия «Ходалар». Режиссером, продюсером и исполнителем одной из главных ролей в фильме выступил Нуртас Адамбай. Стоит отметить продуктивность режиссера. «Ходалар» – не единственный фильм Нуртаса Адамбая, вышедший в прокат в этом году. 1 марта вышла комедия «Я жених», а 11 октября зрители увидели триллер «Лифт». Фильм «Ходалар» Нуртаса Адамбая – это веселая история о реалиях. «Нашей с вами современности». Национальные традиции, разные менталитеты, вопросы отцов и детей и, конечно же, любовь – в этой картине собрано все. Идея сюжета пришла к автору несколько лет назад, когда во время создания скетчей их героями были «Ходалар» и стало понятно, что в рамках этой темы можно представить бесконечное количество комичных ситуаций. «Хотелось показать то, как люди из разных миров, если можно так сказать, да, то есть такие более традиционалистская семья, да, такая и более такая уже осовремененная семья, да, что получится, если они примут решение, там, объединиться, да, не то, что даже примут решение, а там волей судьбы, да, должны быть объединиться». Несомненно, зрителей порадует новый женский образ Нуртаса. На этот раз его героиня Жанет является мамой новоиспеченной невесты и, естественно, характер ее не так уж и прост. Актер признается, что во все свои, даже женские, образы он вкладывает частичку себя. «Разговаривал со своей супругой, и она мне сказала, она говорит, ну ты же понимаешь, что в каждом фильме это ты. Вот в каждом фильме, да. И несмотря на то, что это третий фильм, где я играю женскую роль, и я согласился с этим, да. Будь то комедия, будь то драма, ну, наверное, как и любой другой человек, который создает кино, который пишет это кино, да, который создает этот мир, конечно, он отдает часть себя, да, потому что по-настоящему, наверное, получается что-то создавать, придумывать, если ты сам где-то это прожил, да, где-то уже это прочувствовал». Нельзя не упомянуть о звездном составе актеров. В картине снялись Динара Бахтебаева, Олжас Рымбаев, Райхан Калиолдина и Даханда Ирбек. Автор отмечает, что большинство персонажей написаны специально под приглашенных актеров. «Мне очень сильно понравилось, как играет наша актриса Динара Бахтебаева, вот, потому что я удивился, что девушка без актерского образования, да, которая случайно когда-то там попала на кастинг, она снималась в фильме «Он и она», но она настолько органично это делает, и настолько ты веришь, да, этой игре, хотя вроде и комедия, но прям вот одно загляденье смотреть, как работает, как ведет себя человек на площадке». У Нуртаса Адамбая уже масса новых творческих планов. Пока режиссер не раскрывает всех карт, однако речь шла о двух полнометражных фильмах уже в будущем году. Кроме того, полным ходом идет подготовка к запуску нового веб-проекта, в котором Нуртас совместно с Ильясом Шапаровым отправятся в разные страны мира, чтобы рассказать о них в юмористическом формате. Продюсер Нурлан Хоянбаев не изменяет традициям и уже третий год подряд выпускает в декабре новую часть франшизы «Бизнес по-казахски». Теперь герои комедии отправятся в Африку. Съемки фильма проходили на востоке Африки, в Кении, в городе Найроби. Напомним, сюжет второй части «Бизнеса по-казахски» разворачивался в Америке и принес создателям свыше 550 миллионов тенге кассовых сборов. Действие фильма крутится вокруг Жомарта и Айсулу. По стечению обстоятельств они оказываются в Африке, и Жомарт решает изучить традиции местных племен, чтобы открыть там чайный бизнес, и в этом ему помогает казахская смекалка. Только вот смогут ли герои, пройдя все трудности, вернуться на родину? Режиссерское кресло картины «Женисхан Момышев» уступил Анвару Маджанову. Сценаристом комедии стал Сабит Рахимбаев, также написавший сценарий для прошлой части комедии. Оператором-постановщиком, как обычно, выступил Азамат Дулатов. В Кению вместе с Нурланом Коэнбаевым отправились актеры Жан Байжанбаев и Рамазан Амантай, режиссер-постановщик Анвар Маджанов, оператор-постановщик Азамат Дулатов и соавтор сценария Сабит Рахимбаев. Коротко о сюжете картины. Жомарт владелец собственного отеля в Казахстане. Они с Айсулу отправляются в свадебное путешествие в самый красивый и роскошный город, но вместе с родственниками. Айсулу стремится хорошо провести время, но неумолимое желание подзаработать то и дело заставляет родственников Жомарта формировать новые и новые идеи для бизнеса. Жомарт игнорирует гениальные идеи до тех пор, пока помощник Жомарта Ален не знакомится с кенийским бизнесменом. Загадочный кенийский принц сообщает, что чай в его стране стоит очень дешево, и предприимчивые герои быстренько сочиняют авантюрный план по захвату кенийского чая. Уже полвека Новый год отравляет мне жизнь. Все, мое терпение лопнуло. Я притворю Санты и украду Новый год. Он праздник дарит, а я его испорчу. Чем я хуже него? Не ори на меня. Чтобы притвориться с Антой, образ нужно тщательно вжить. Звезда Шерлока и доктора Стрэнджа Бенедикт Камбербэтч, когда-то озвучивший волка в пингвинах Мадагаскара, снова подарил свой голос герою мультфильма. Актер озвучил Гринча, похитителя Рождества. Мультфильм можно увидеть в нашем прокате с этой недели. Облик Гринча в новой версии отсылает к гриму Джима Керри из одноименной комедии 2000 года. Над мультфильмом про зеленого злодея работала студия Иллюминейшн, подарившая нам мультфильмы «Зверопой», «Гадкий я» и «Миньоны». В основу сюжета фильма Гринч легли книги писателя Теодора Гайзеля, известного под псевдонимом «Доктор Сьюз». Коротко о сюжете картины. Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живет в темной пещере на самой вершине горы, подальше ото всех. Но эти все готовят грандиознейшее празднование Нового Года. Они шумят, все украшают и дико бесят Гринча. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник, Гринч решает украсть Новый Год. Макс, ты знаешь правила. Ты спишь на коврике, а я сплю в... Когда ты успел научить его щенячьему взгляду? Ладно. Также на этой неделе в кинотеатрах стартует уже ставшая традиционной новогодняя комедия «Елки». В этом году создатели картины объявили о том, что франшиза «Елки» не будет продолжаться после седьмой части фильма, который получил логичное название «Елки последней». Напомним, что «Елки» – одна из самых популярных российских кинофраншиз. Первый фильм серии вышел в 2010 году. Продюсером и идейным вдохновителем проекта все эти годы является режиссер Тимур Бекмамбетов. «Я переезжаю обратно в Якутию». «Я не могу останавливать время...» «Я...» «Что, вообще, что зовут-то, а?» «Я могу поворачивать реки...» «Ну, обняться. На прощание». «Я не мечтаю быть понятой всеми...» Закрыть франшизу, которая только-только пережила кризис и начала новую жизнь под названием «Елки новые» – ход неожиданный и даже отчаянный. Нет, честно скажи мне, серьезно? А на Новый год как вообще люди как-то, они пойдут куда? На трансформеров? Восемь лет «Елки» приносили доход студии «Базелевс», позволяя ей экспериментировать с проектами. Будь то «Горько», «Хардкор», «Убрать из друзей» или «Он-дракон». «Елки» – одна из самых известных кинофраншиз в России. Она стартовала в 2010 году и финансировалась фондом кино. Каждая картина серии построена по принципу альманаха, где переплетаются истории разных людей, а действие развивается под Новый год. Главными действующими лицами, как правило, выступают герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Самым успешным из всей франшизы стал фильм «Елки-3», вышедший в 2013 году. В прокате он собрал 1 миллиард 200 миллионов рублей. Все будут ждать 31 декабря для того, чтобы встретиться в Новый год. А есть хитрость – можно пойти и 27-го, и в кинотеатре пережить это новогоднее настроение, посмеяться, выпить шампанского и обнять девушку. Новогодний стол, за которым собрались герои фильма «Елки», собрал актеров всех поколений. От 10-летнего Дани Изотова до 79-летнего народного артиста Владимира Меньшова, который начинал работать с Бекмамбетовым, когда Даня еще даже не родился. Программа «Кинобизнес» продолжает радовать своих зрителей интересными гостями мирового и отечественного кино. Гостем сегодняшнего выпуска стал кинорежиссер Сергей Бодров. Сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» сценарист, кинопродюсер, кинорежиссер, член Американской киноакадемии, а также неоднократный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Сергей Владимирович Бодров. Сергей Владимирович, мы вас приветствуем. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Сергей Владимирович, мы знаем, что с 83-го года вы снимаете фильмы в Казахстане. Чем вас вдохновляет наша страна? Почему вы любите казахскую степь? Ну, вы понимаете, в Казахстане я, честно говоря, случайно меня позвали сюда. Картина не складывалась у одного казахского режиссера. Меня позвали, у меня был уже какой-то опыт работы в кино. И когда я приехал, я как бы помог все, что я мог сделать. Тогда за кино Казахстана отвечал Алжас Сулеймен. Мы подружились и с ним, и я как бы понял, что это для меня. Вот это вот место, горы, степи, люди, появилось много друзей очень. И потом были сценарии, написанные для казахских режиссеров. А потом, когда я решил сделать свою первую работу как режиссер, то был написан сценарий с Завлешей Ергалиевой, очень талантливой сценаристкой из Казахстана. Это была как бы история для детей, история первой любви. И я снял картину в Казахстане на озере Иссык-Куль. Мы снимали на студии. Картина получила приз на московском кинофестивале, как бы прошла по миру. И так, в общем, все и началось. Как и завертелось, так, в общем, вы продолжаете с тех пор работать здесь. Да, да, да. Сергей Владимирович, проект Калашников, над которым сейчас вы здесь работаете, расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, меня заинтересовал проект «Судьба» вообще человека. Ну, Калашников как автомат известен во всем мире, каждый человек его знает, он на флагах Африки, там, в Панголии, в Мозамбике. Но меня больше всего заинтересовала его судьба. Большая семья, переселенцы, еще до революции, из Кавказа, фамилия Калаш у них была, из Сталика Калашникова. Большая семья 18 детей. Он 17-й. Болел, чуть не умер, тонул по проруби. Ну, такая большая крестьянская семья. Тяжелая история, конечно, у монашества страны. А это будет полнометражный проект? Это будет полнометражный проект. И вот судьба этого изобретателя, который не окончил школу, который не умел делать чертежи, голова у него работала. Он как бы на коленке сначала. И начал он в Казахстане на станции Матай. Потом ему помогли очень в Мамате. Это уже был 41-й, 42-й год. Его поддержали здесь. Поэтому нам и хочется рассказать и эту часть его судьбы. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас получилась кинопродукция. Так, чтобы мы вместе сняли в Казахстане, я думаю, это было бы хорошо с любых точек зрения. А саму разработку автомата Калашников начинал уже здесь в Казахстане? Да-да-да, мы это как бы подробно очень рассказываем. Это ему понадобилось, в общем, 8 лет, чтобы доделать этот свой автомат, который пошел потом в производство. Сергей Владимирович, вы являетесь сценаристом, профессиональным сценаристом. Огромное количество фильмов, написанных вами, снятых другими режиссерами. Большое количество фильмов вы сняли, собственно, ручно. Как сценарист, откуда вы черпаете вдохновение? И как вы понимаете, находя какую-то идею, что именно это та самая идея, над которой стоит поработать? Ну, вы понимаете, для меня очень важны эмоции. Я верю, что, если ты рассказываешь простую историю, которая тебя самого задевает, надевает тебя, то она заденет и зрителя. Я никогда там не рассчитываю, потому что это невозможно. Пора считать, на мой взгляд, сколько зрителей ты соберешь, сколько ты заработаешь. Об этом думаешь в последнюю очередь. Зацепит картины человека или не зацепит? Немножко поговорим о работе в Голливуде. Картина «Седьмой сын». Огромный голливудский блокбастер, огромнейший бюджет, 120 миллионов долларов. Голливудские актеры Джефф Бриджес, Джулиана Мур. Насколько сложно было работать на такой масштабной картине? С «Седьмым сыном» было как бы сложнее, потому что было много проектов на выбор. Мне предлагал Зак Снайдер, он режиссер, продюсер, он предлагал с ним проект, который ему нравился, он думал снимать сам, но не было времени, в Афганистане. Хорошая история, хорошие актеры не сложилось. Это так бывает. А правда, что вам предлагали еще «Годзиллу» снимать? Предлагали снимать «Годзиллу», да, но там тоже просто задержалась по времени, и они мне сказали, вот, слушай, мы решили сейчас, это сейчас пойдет, мы хотим это снять. Вот есть этот сценарий, «Седьмой сын», за которым судьба была у него какая-то долгая, непонятная. Но вот решили, и я как бы посмотрел, мне понравилась вообще идея. Сценарий был написан по книжке для детей. Очень хорошая, как бы, это такая, ну, там и ведьмы, и колдуны, там все. Детская сказка. Да, это такая, он и назывался, книжка была издана в России, там ученик-колдуна, там такая. И, ну, мы решили, замечательные сценаристы крепкие пришли, там, и начали работать над сценарием, начали собирать актеров. И сам процесс этот интересен, конечно. Например, ты приходишь к Джеку Бриджесу, и он мне говорит, Сережа, ты знаешь, я не люблю этот жанр. Я два раза снимался в картинах, ну, вот этих, там, пускай, где все на хромакее, где все на хромакее, скучно, неинтересно, там, все. Давай с ними какую-то маленькую картину. Я видел твою картину, там, «Кавказский пленник». Вот давай такую картину снимем. Я говорю, «Шеф, снимем, снимем такую картину, ну, вот эту надо сейчас, уже». Ну, мы с ним раза два так встретились, поговорили, ну, в конце концов он согласился. Мне повезло еще, я нашел актрису, она до этого снялась только в одной маленькой картине, Алисей Викандер, который сейчас «Оскар». Алисей Викандер, да, «Том Брайдер». «Оскар», да, да, мне прислали ее диск, первые было 17 лет, а на картину я как бы заинтересовался, ее привезли, мы сделали пробы, и все ахнули, это там, никто, ничто, хотя там была бы огромная конкуренция всех голливудских молодых красоток молодец. хорошо. Хорошо, Сергей Владимирович, спасибо вам большое, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был сценарист, кинопродюсер и кинорежиссер Сергей Владимирович Бодров. Сергей Владимирович, спасибо большое, что пришли, огромная честь для нас. С вами была программа Кинобизнес, еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим о историческом танковом боевике Т-34 и ремейке классической сказки про няню-волшебницу Мэри Поппинс. В завершении выпуска программа Кинобизнес поздравляет всех казахстанцев с наступающим Новым Годом. Редактор субтитров А.Семкин